Гомельскому стадиону «Центральный» у программы «Сорского карагода» дведя набадает центральное место. Минавито тут пройдет самое массовое мероприемство фестивалю, церемония его открытия. Колькость удельников – 2000 человек. Причем разом с прессийными артистами на сцену выйдут и звычайные студенты местовых высших научных установок. И они все доброходники, 560 студентов Гомельских ВНО. Режиссеры кажут, что в будущем они будут притягиваться до отдела во всех городских мероприемствах. Но их задача – как раз выступить на «Сорском карагоде». Это совсем не просто. Синхронность должна быть идеальной, иначе жаданного никак не досягнуть. После годинной репетиции до студентов долучаются творческие коллективы. Начинается от працовка максимоголовного элемента свята – стилизованных механичных, солнечных, вогненных и песочных кадинников. За их допомогой режиссеры вы решили рассказать об основных на прамках сучасного хорографичного мастерства. Циферблат с минутной и часовой стрелкой, которая в диаметре 30 метров прокручивается и останавливается на цифрах 3, 6, 9, 12. И на каждой цифре мы показываем то или иное направление. Например, народно-сценический танец. На шестерке современная хореография. На тройке показываем брейк. Как он сегодня выглядит. Программа «Сурского хоровода» различена на три дни. Выступления творческих коллективов начнутся ранее в пятницу. У Знагорода и в Дымлику Гран-при планируется вручить в неделю 16 вересня. По кольному разговору прикреплено в 30 творческих коллективах. Олег Кончатков и состав «Удельников» станут вядомы только в четверг. По словам организаторов, все это они зарабили ставку не на колькать, а на профессионализм. То, что касается географии стран-участников «Сурского хоровода», то мы здесь за количеством не гонимся, но нам интересно всегда, чтобы приезжали новые страны. Вот в этом году это будет Китай. Они у нас впервые. И очень интересный коллектив, который работает с хореографией в национальной традиции.